Всем привет! С вами Тед. StarCraft 2. Зерк против Терран. Как играть за Зерк? Я покажу вам классный стиль, который вы можете использовать, чтобы тренировать основные механики за Зерка, одерживать достаточно легкие и быстрые победы и при этом не одерживать поражения, когда вас чизят или пытаются атаковать Терраны, а вы просто не знаете, как бороться с Гелионами, как отбить Баншей и так далее. Также в этом ролике вы узнаете, как отбить Баттл Крузера. Ну что, поехали! Начинаем с универсального открытия. Это 16-я хата. 16-я хата значит, что на 16-м лимите мы вставим наш хэтчери. То есть у нас идет дрон-овер-дрон, затем два дрона и один из них идет вставить хэтчери. Первый же овер летит у нас вот таким маршрутом. Смотрите, есть ли вторая база у Террана. Второй овер летит вот таким маршрутом, чтобы увидеть прокси-бараки и прочую всякую ерунду. После хаты мы заказываем дрона, который идет на минерал, дрона, который идет вставить газ, и следующего дрона, который идет вставить пул. Таким образом у нас получается 18-й газ, 17-й пул. Все, открытие завершено. Что мы делаем затем? Затем мы делаем небольшое такое ответвление. Посмотрите. Мы заказываем 20-го нашего дрона, и он у нас бежит в угол карты ставить прокси-хату. Вы можете этого не делать. На самом деле ставить просто хату здесь, вот эту третью. Тут на ваше усмотрение. В некоторых ситуациях эта хата лучше, в некоторых хуже. Тут как повезет. То есть из них просто нужно будет уметь выходить. Итак, поехали дальше. Дальше у нас достраивается хата. Одновременно с ней достраивается пул. И мы заказываем 2 квины. 2 пары лингов. И скорость лингов. После того, как мы заказали скорость, 2 дрона идут добывать на вторую базу. Таким образом вы спокойно будете встречать рипера лингами. У вас будут квины вовремя. И в принципе вот сейчас, если рипер приходит, пока квины не вышли, вы немножко его прогоняете лингами. Желательно на крипе стоять. Липер же ко мне не пришел, и я вижу, что террин играет в одну базу. И вот тут вот начинается интересное, что в принципе против однобазового террина вы можете играть реально этот билд постоянно. Вам не нужно как-то адаптироваться. Вы ставите третью базу в 2.40. Когда вот 2 квины заказали, одна из них, которая на натурале идет ставить крип, первая же, которая на мэний, делает инъекцию. Это важно. Как только это все произошло, вы заказываете еще дронов. Как ни странно, да? Террин на одной базе, а вы продолжаете заказывать дронов. Но именно в этом суть билда. Вы же можете, конечно, играть как-то по-другому, что-то адаптироваться, но на самом деле на 35-м лимите мы ставим руч варен. Это штука для тараканов. Заказываем обязательно оверлорда. И продолжаем строить дронов. Дронов мы строим до 30. То есть 30 дронов у нас. При этом, при этом, ребята, самый важный момент еще один. То, что на третьей минуте мы возвращаем двух дронов на газ еще. То есть и начинаем его копить. Все получается таким образом. На 30 дронах мы начинаем делать уже лингов и рачей. И вот, как видите, ко мне приходит в 3.30 гелионы. Гелионы приходят напрягать, но их мы будем отбивать квинами, лингами и рачами. Еще один момент, да? То есть тут много вещей наслаиваются одна на одну. Ну, вот, еще один момент. Вторая квина на натурале, на третьей минуте. Да, то есть третья минута это еще одна квина, которая в сумме третья уже. Вот. Это обязательно вернуть два дрона на газ и поставить рачварен. Следующий пункт. Добить до 30 рабочих. И дальше спокойно делаем лингов и 4 таракана, как только доделался рачварен. Вот рачварен у нас доделывается. Мы делаем 4 таракана. Ровно 4 заказываем. Здесь я заказал 5. Почему? Потому что, ну, я вижу, что соперник с одной базой и уже ездит гелионами. Я просто пока 5 тараканов заказал. И вообще основная идея какая? Вы все это заказываете и идете на другой конец карты уже прессинговать террано. Вот. То есть всем вот этим бежите на другой конец и где-то в 4.45 у вас здесь будет 1 таракан и 3 равагера. 3 равагера это достаточно, чтобы начать пробивать танки, бункера и вот это вот все. Вот. Ну, в нашем случае произошла вот такая вот атака. Да, смотрите внимательно. Он приходит. Невидимые мины плюс гелионы. Но, так как мы уже начали подстраивать лингов, так у нас есть квины, так уже выходят тараканы, мы, собственно, умудряемся просто уничтожить эти мины, уничтожить гелионов и дальше по плану идем в контратаку. Просто идем в контратаку. Здесь у нас доделывается спорочка и просто идем его крушить. То есть здесь мы, естественно, приходим чуть попозже и до заказа у нас идут линги. И вот нам для этого как раз таки хата. Периодически вот отсюда будут с близкого расстояния по 6 лингов выбегать. И это очень круто, это помогает додушивать террано, именно добивать. Разминируем мины по лингу и идем в атаку. Посмотрите, а он выходит быстрый батлкрузер. И сейчас вы узнаете, что с ним делать. У нас же только линги да тараканы. Что делать с батлкрузером? Ну, на самом деле все очень просто. То есть если он останется дома, он все равно не сможет вам наносить какой-то сильный урон. Он же прыгает к вам сюда. И вам здесь нужно лишь понять, можете вы его сейчас отбить или нет. Если нет, обязательно не стесняйтесь заказывайте еще квин. Соединяйте всех квин в одну, убегайте дронами, то есть что-то такое. И я просто бегу с поркой, подкапываюсь под батлкрузера, тремя квинами на него бегу, нападаю. И параллельно с этим здесь выходит четвертая квина, и все четыре квины будут идти и бить батлкрузер. 4-5 квин достаточно, чтобы убить батлкрузера, а мы же тем временем в атаке. В атаке здесь приходим, разминировали две минки своими лингами спереди. И равагером начинаем душить, начинаем давить нашего терана, приходим здесь, вот ломаем ему все его планы. Здесь же квины, как вы видите, добивают батлкрузера. Почему? По одной простой причине. Он потратил прыжок, чтобы прыгнуть к нам. И у него нету прыжка, чтобы прыгнуть назад и полечиться. И мы спокойно его здесь додушиваем, додушиваем. Здесь, конечно же, у него мины и батлкрузер. Я предпринимаю вот такое вот решение, как можно быстрее убить батлкрузер, чтобы он не построился. Естественно, это получится. И параллельно с этим сделав лейр, я имею оверсира, который поможет избавиться от невидимых мин. И, собственно, на этом мы, естественно, эту игру будем побеждать. Ребята, надеюсь, вам понравился этот стиль. И мне очень интересно, если вы будете пробовать играть его на ладере, интересно, как будут ваши успехи. Я же именно этим стилем вышел в мастер-лигу за зерго. И, собственно, вообще не испытывал никаких проблем ни против чизов, ни против защиты, ни против различных стилей террена. Поэтому, надеюсь, вам так же повезет и у вас все получится. С вами был Тед. До новых встреч. Пока. Пока.